Значит, о корпускулярно-волновом дуализме. Почему этот вопрос нам очень важен? Вот я недавно тут читал работу Фока Владимира, 57-го года, и он говорит, что такой корпускулярно-волновой дуализм он как бы есть. Все думают в физике, что корпускулярно-волновой дуализм есть, он существует и что он важен. Это очень напоминает дискуссию с первых соборов о единой, божественной и человеческой природе Христа. Которые объединены, как они сказали, не слианно и не раздельно. Но хочется заметить на самом деле, что с моей точки зрения говорит, что есть некий корпускулярно-волновой дуализм, некое преувеличение. Выясняется, что то, что называется излучением, то есть всевозможного рода бозоны, они гораздо в большей степени волна, чем частицы. То есть они совсем не частицы, нисколько даже бы я бы сказал. А то, что называется веществом, то есть частицы с полуцелыми спинами, то, что являются фермионами. Они просто совсем-совсем частицы и совсем-совсем не волна. Ну никак не волна, они просто. Вот этот вопрос мы сегодня... Несмотря на всякие дифракции, да? Да, несмотря на всякие дифракции. Этот вопрос мы сегодня как бы так и обсудим. Значит, мы знаем, что у нас есть два фундаментальных типа частиц, так называемые фермионы и бозоны. Фермионы у нас обладают полуцелыми спинами, три вторых, одна вторая, а бозоны целыми один, два, три, четыре, пять, бывает, да? Может, и бывает. Но какие-то вот такие вот эти вещи. Даже три и четыре не бывает. Ну нет, трех это бывает. Трех это бывает, наверное. Мир мизонов-то есть всякие. Там, по-моему, можно все что угодно возбуждено состоять. Вот, вот. Значит, самые распространенные образцы бозоны, сейчас самый знаменитый этот, конечно, это бозон Хиггса. Это как после этого в Германии, после парка юрского периода, появилась поговорка «сделать из мухи динозавра», да? То есть динозавр стал настолько близок к людям, что поговорку «сделать из мухи слона» перевернули наоборот в поговорку «сделать из мухи динозавра». Ну, на самом деле, у нас есть знакомые более бозоны. В первую очередь, это, конечно, фотон. Это у нас несуществующий ненайденный гравитон. И это у нас бозоны-переносчики славого взаимодействия. Их достаточно много. Ну вот. Ну, они не являются переносчиками взаимодействия. Но они бозоны. Они бозоны, да. А я бы представил, что все дело так, как будто частицы только бозоны. Ну вот. Хотя на самом деле частицы только... То есть не фермионы, да. То есть? Фермион. Что вещество – это фермионы, а как бы излучение – это бозон. Ну да. Есть еще какие-то там вот такие непонятные адроны-мизоны, которые вроде как не вписываются в эту картию? Хорошо, может быть, и не вписываются. Тем не менее, хочется обратить внимание, что когда мы говорим о фермионе, например, хфатоне, мы сразу же обнаруживаем в себе, что он обладает свойствами частицы только в двух случаях. Первое – это теория объяснения фотоэффекта Альберта Эйнштейна, за которым получил новойческую премию. И второе – это Комптан-эффект. Во всех остальных случаях он ведет себя исключительно как волна. Эта волна может быть обладать очень низкой, очень маленькими размерами, с короткой длиной волны. Тогда она со стороны будет восприниматься, как гамма-излучение, скажем, как некая частица. Но на самом деле это некий такой пучок, как бы получается, с одной стороны. А с другой стороны, никому же голову не прискользить, нормальной практике, воспринимать радиоизлучение в качестве частицы. Там длина волны очень большая для радиоизлучения. И поэтому его назвать частицей ни в коем случае не нужно. С точки зрения физики, это можно сказать еще другими словами. Для фотона координатное представление волновой функции полностью не имеет никакого физического смысла. То есть мы можем волновую функцию представить в координатном предложении, но ни в коем случае не можем считать, что она имеет какой физический смысл. Более того, спин, понятие спина, оно тоже не имеет никакого физического смысла для этого. Имеет только такой смысл, что мы его описываем неким частичкой, то есть мы описываем его некоторым гаммельтонианом. Этот гаммельтониан, то есть характерный вектор, это просто вектор, то есть 1 на 4 вот так вот. 1 на 4, да? 1, 2, 3, 4 координаты. Если бы у нас бозон был бы спина 2, то есть у него же есть пирамиды, все-таки. Ну, что-то есть. У него есть проекция на направление движения, у него есть поляризация. Ну, это идинички там, да? Идинички, просто какие-то величины. Там А0, АХ, Ай и Аз. Это вот это важно. Если мы говорим о спине 2, то это как бы тензор 4 на 4. Если мы говорим о спине 3, то это как бы у нас тензор 4 на 4 на 4, то есть кубик такой. Если мы говорим о спине 4, то вот он будет описываться некоторыми такими вот величинами. Соответственно, да. И вот... Игорь, ты говоришь, что спин 2, тензор 4 на 4, что за тензор 4? Просто тензорное поле. Или частицы спин 2. А, азбек, 2. Тензорное поле. Тензорное поле. Здесь тоже, тоже. Это тоже будет тензорное поле, но оно будет уже трехмерное, соответственно. Вот. Такие вот эти фундаментальные вещи. В том, год назад мы проводили семинар, существуют ли фотоны. Было показано, что существуют другие объяснения, фотоэффекты, я всех обращаю к тому семинару, и к компоновскому эффекту, которые не требуют понимания фотонов в качестве частиц. Оказывается, что его можно объяснить через квантовую механическую систему. Влетит у нас волна, допустим. Влетит волна. А у нас здесь атом представляет себя не что иное, как некоторое основное состояние, возбужденное состояние. И тогда при резонансе, когда вот эта... частота этой волны соответствует вот этому расстоянию, у нас происходит определенного рода резонанса, из которого объясняются все представления эффекта. То есть сейнштейновские представления о фотоне как частиц, они совершенно не нужны. Более того, в физике существует большое количество всевозможного рода квазичастиц. Самая одна из них, главное, это фанон. Фанон это как бы квант, возбуждение кристаллической решетки. Физики играют громадную роль. Вот он. Там же тоже координатная функция лишена какого-либо смысла. Там нет координатной функции. И точно так же он, они вам говорят, как и частицы, но это не частицы, это квант. И мы видим таким образом, что корпускулярный волновой диаллизм в смысле фотона не работает. Можно сказать, что он свои свойства как частицы не проявляет никогда. Да, тело черное, или любое другое тело, излучает порциями. Но эти порции объясняются не тем, что оттуда вылетают какие-то частички. Они объясняются тем, что у нас есть основное состояние и куча возбужденных. Между ними фиксированное расстояние. Именно поэтому они вылетают именно определенными порциями. Вот такими. У кого же тогда масса равна нулю? А? У кого же тогда равна нулю? Не понятно, у кого равно масса. У него еще и масса равна нулю, вот эти самые частицы. Поэтому не частица она. А если она волна, согласись, то тогда это естественно, что масса ее равна нулю. Не знаю. Как раз естественно. Это естественно было бы считать, что ее масса равна нулю. И вот мы, возвращаясь к этому фундаментальному результату, видим, что корпускулярный волновой дуализм, новая реинкарнация известных первых соборов, единой, неслианной, нераздельной сущности Христа, человеческой и божественной, она как бы совершенно не проходит. То есть два эксперимента по комтомскому разрушению и по фотоэффекту объясняется настоящий момент, хотя это в учебнике это еще не вошло, другими способами, которые не требуют представления о фотоне как о частице. То есть корпускулярного волнового дуализма нет. Фотон это квант. Это же как бы фактически волновое уравнение. Ну вот сейчас я о нем буду говорить уже. Это же шейнгер для электронов. Да. Для частицы. Нет, но оно же изначально написано, взято в некое волновое уравнение. Я в нем сейчас буду просто говорить, когда мы перейдем к Фермиону. Да. Значит, буду говорить соответственным образом. Вот. То есть вот если этот результат фиксируем, что у нас, когда мы говорим о корпускулярном волнового дуализма в отношении фотона и в отношении другого по всей видимости бозона, то это всего лишь некоторая натяжка. Всегда надо понимать ни в коем случае не представлять себе фотон как некое частице, летящее через пространство. Ну вот это уже представление, оно очень распространено. Это повсеместное представление. Это не так, совсем не так. Да, это квант, да, это порция, но это волна. А импульс-то откуда-то? Волны есть импульс. Я просто-напросто взял камень, бросил в воду и пошел импульс, круги пошли по воде. Они с импульсом идут туда. Они идут с энергией, но без масла. Хорошо, а вот эти вот бозоны, которые слабое взаимодействие переносят, они, как известно, у нас там есть плюс-минус, они как бы разные четности еще. То есть они уносят с собой момент. Ну и чего? У них есть момент. И чего? Как это вот волна, которая уносит момент, причем как бы вот так квантифицированная? Ты знаешь, есть такие волны в воздушной среде, которые уносят не только момент, но еще коровы и автомобили. В некоторых фильмах они еще рыбу уносят. Не отвечаешь на вопрос. Почему? А чем тебе мне ответ? По-моему, ответ. По-моему, и как раз считать, что они уносят еще момент, это естественно. Ты только, что у этого товарища нет спина, это как бы плохо. Это как бы умаляет его частичные свойства. Да, да. Он не чистится. Я говорю, что у других базонов он и есть. Вот. Ну хорошо, есть у них спин. У них есть спин. У них есть спин, да, вот действительно. Ну тоже, это разве спина, у тебя у них есть момент собственный. Нет, ну кстати, целый спин, это тоже спин. Только в леву. Вот здесь целый спин, А как он физически себя проявляет? У него физически смысла нет. У него есть в том смысле, что это вектор, то есть тензор 4 на 1. Там еще есть такая проблема. 4 на 1. Да, спинор здесь вектор. Мы же знаем. Не спинок нифига. Что спинок? У фирменов спинок. Да, у фирменов спинок, да. Что W-базоны, они уже электрически заряжены. И если это исключительно волна, то получается, что электрический заряд, он как бы там размазан, что ли, по этой волке. Вот надо разбираться, надо разбираться, что это такое. Заряд как бы кватифицирован, как электрон. И пусть, и пусть. Они могут иметь действительно заряд, они могут иметь заряд не только в смысле электромагнитного заряда, но и могут и в смысле слабых взаимодействий с зарядами. Да. Ну, все это есть. Но, тем не менее, это, ну как, ну, например, даже вот для обычной волны ты очень легко получишь, скажем, дипольный момент. Ну, как ты его получишь? Ну, просто. Ты толкнешься, у тебя жидкость будет состоять, скажем, из частиц разной массы, но противоположного заряда, то у тебя дипольный момент при движении такой волны будет автоматически получаться. Все прекрасно, да, но ты попробуй, как бы, получишь, чтобы у них этот дипольный момент у самой волны безотносительно каких-то внешних там атомов или еще чего-то был квантифицирован. Ты добись от того, чтобы у тебя вот, вот эти вот, как бы, частички волны все были бы ровно, так сказать, плюсы. Не частички, кванты. Частички, кванты. Кванты волны были бы с целочисленным зарядом. Ну, а то, что у тебя кванты, тебя это не не удивляет? Ну, то, что у них имеется, что они квантуются по энергии. Если тебя это не удивляет, почему тебя удивляет, что они квантуются по заряду? Ну, если тебя, как бы, не удивляет, что, если ты считаешь, что это равные, как бы, ну, так сказать, равные аргументы, почему ты приводишь, как бы, это в пику? Нет, я, нет, у него этого нет, этого нет. Да, у него, у него, у него много, очень, чего нет, то есть, никогда мы не можем говорить о некоем его, вот, о его виде, как частице, он никак себя в этих экспериментах не проявляет. Да, и, кстати, у этих, насколько я помню, да, у этих баллонов, как у них есть масса, они не безмассовые. Да, пожалуйста, может быть и массовый, массовый. Может быть, есть проблема в том, что такое частица, что-то волна, как это определить? То, что ты говоришь, это понятно. Вот. Ты пытаешься представить, что так обстоит дело со всеми бозонами, а есть еще, как бы, ну, гравитон, как бы, отставим, да, за несуществующие. Вот, есть еще вот эти вот W-бозоны, Z-бозон, есть вот эти мизоны там, то есть, адроны, адроны, которые состоят из кварка антикварда. Надо опять разбираться, откуда у них появилась масса, может быть, появилось взаимодействие с каким-нибудь полем. Не, ну, хорошо, у мизонов, то есть, они просто создают кварк антиквард. Кварк антиквард. Ну. Вот. Бесцветный парк. Вот. Обычные частицы как-то. Может быть, может быть, тогда действительно на мизона это не распространено. Но при этом у них статистика только то, что я говорю, значит, тогда распространяется только на частицы типа взаимодействия, типа фотона. Что фотон, действительно, не проявляет себя никогда в качестве частицы. Проявляется только в... Бозоны не дефицитация. Что такое частица? Что должно быть определено, чтобы нечто было частицей. Просто так вот, как бы из механических соображений, что ли, что нечто локализованное в какой-то пространстве. Что такое частица? Ну да, да, да. Что она вот таким куском идет и едет. Вот именно как частица, шарик. В какой-то смысле какое-то прибряжение и точное объемление. Короткая волна такая же частица. Да, да. Я это и сказал. То есть пакет. Да, пакетик. Пакетик этот маленький. Но тем не менее, она в первую очередь волна. Она просто короткая. Вы просто опускаете самую суть, на самом деле. Самая суть же здесь статистики. Есть статистика базы, есть статистика фермион. Есть база конденсации. то есть, нет ферми конденсации, есть вот это вот расталкивание. Расталкивание, да. Как бы занимание всех, так сказать, всех возможных церемонических состояний. Да, принцип Паулин. Это вот принципиальная вещь. И именно она делает из фермионов частицы, а из базонов делает вот эту волну. безразличный. Потому что частицы, как бы, да, вот она каждая вот такая. То есть, если бы частицы, сейчас я попробую объяснить. Если бы частицы, две, находились в одном состоянии, они же, как бы, по другим свойствам не отличимы друг от друга. Два электрона, они, как бы, ничем не различимы. Кроме того, в каком состоянии они находятся. Вот один в одном состоянии, другой в другом. Если бы они оказались в одном и том же состоянии, вот, мы бы получили, как бы... Да, Влад, это аргумент в сторону частицы, потому что частицы не могут занимать одно и то же место пространства, но одинаковые смысла. Совсем. А бозоны, то есть, например, фотоны, кто угодно могут. Даже они, если они одинаковые, то они, почитаю, даже в одно место собираться. на нее как бы сипать. Пространство в широком смысле, да, то есть, надо взять все квантовые числа, вот, как бы, вот такое конфигурационное пространство, пространство возможностей, состояние, и вот там, вот в этой точке может быть только один фирмен. Почему? Потому что если их там будет два, их невозможно будет не различить, не отождествить, понимаете? То есть, это будет просто философская катастрофа, если два фирмена окажутся в одной точке. Вот, я бы когда пытался вводить пространство, да, вот как там форму отношения, как форму отношения там одного, как бы, сучего к другу, вот, вот там как бы получалось, что частицы, частицы, они различают себя вот так, и они как бы всегда займут разные места. А бозоны оказываются не частицами, потому что им ничто не препятствует свалиться всем в одно состояние. Да и потом частица, она же, она не может быть, частица квантовая, она не может быть, как, в буквальном смысле, шариком каким-то. Это в любом случае, действительно, частицу следует понимать, как какой-то очень сильно локализованный волновой пакет. Да дело вообще не было в локализации. Там пространство, как бы, вот пространственность, вот в буквальном смысле, это же детали. Можно как бы импульсное представление рассматривать, но ситуация-то не изменится. Точно так же, как бы, в импульсном представлении все эти бозоны будут спокойно, совершенно уживаться там, в каком-то, не знаю, в каком-то интервальчике, там, или просто в точке импульсного пространства. Вот они могут там быть. Вот. Ну вот, в общем, в общем, речь идет о том, что когда мы говорим о корпускулярном волновой диализме и применении к фотону, и, скорее всего, к любому другому бозону, то мы не точны. Точны мы только тогда, когда мы можем говорить о них, как о волне. Теперь надо пойти и посмотреть на электрон. Является ли у нас электрон волной, является ли у нас электрон частицей. Ну, значит, это классическое представление о том, что классическое. О том, что электрон является волной, это знаменитый эксперимент с дифракцией. Эксперимент с дифракцией, он состоит в следующем. что значит, что у нас опять летит электрон какой-то здесь. Вот он, летит электрон. У нас здесь две щели. И после этого у нас здесь, как бы, оказывается, такие системы фиков, не бывающие. То есть, такое ощущение, что он, как волна, проходит через эти щели, сюда идет, посередине будет максимум, а там где-то будет минимум. То есть, он ведет себя, как та самая волна. Вот подобного рода вещи у нас существуют. Значит, на мой взгляд, что здесь не так? И мы видим тогда, люди говорят, что понятия траектории для электрона лишены смысла. Понятия, понятия о том, что он, частицы, надо дополнять. Нам говорят, что неизвестно его массу, неизвестно его размеры. Физике известен, так называемый, Томпсоновский размер. И физике известен, так называемый, значит, Компсоновский размер электрон. Это как бы разные вещи. И мы говорим, что это вот, 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 значит, что это всегда у нас то ли частица, то ли волна. Для него такой корпускулярный волновой дуализм существует. Но хочу заметить, что аналогичные эксперименты, вот посылали, 4-5 лет назад, ставят в массе своей. Берут, например, фулерен. А фулерен такой мячик из атомов углерода, их 60 штук. То есть он на 3-4 порядка получается тяжелее электрона. Никто не сомневается, что это частица. Его можно взять, увидеть, кто видит электронный микроскоп, даже чешскок производства. На все это дело смотреть. Частица он частица. Но потом для него ставят аналогичный эксперимент, и он, оказывается, тоже дефрагирует сам с собой. Как? Потом, значит, берут еще более сложные молекулы. Они не как просто мячики, они еще длинные, они еще на порядок тяжелее, чем фулерен. И они тоже дефрагируют между собой. Спрашивается, как все это возможно, как это объяснять. Ввиду традиционных представлений, значит, перед нами стоит некий определенного рода вопрос. Поэтому, чтобы к этому вопросу решиться, надо понять, что Копенгагенская интерпретация квантовой механики, а также Московская примыкающая к ней, какая-либо еще, это всего лишь интерпретация квантовой механики. Давайте посмотрим на интерпретацию квантовой механики, которая сохраняет понятие траектории целиком, сохраняет понятие импульса, храняет скрытые параметры. Это, в первую очередь, интерпретация, о которых я уже много говорил в этой аудитории. Это интерпретация квантовой механики Дэвида Эрбома. Ну, в самом деле, запишем, значит, так, запишем, значит, уравнение Шеллингера для одной единственной частицы. Сейчас я его запишу, так, спокойно, не спеша. Ну, вот так как-нибудь, так далее. вот это уравнение Шеллингера для одной частицы веющейся потенциальной поле. Да? Теперь предлагается следующее. Предлагается вот эту самую Фи расписать как R умножить на ИС. Мы видим, что R и S это у нас вещественные величины. И когда для него начинаем решать, значит, уравнение, мы получаем, например, для такой величины, вот это, да, мы ее вводим как некий импульс. И для него получаем классическое уравнение с точкой. Значит, оно будет равняться значит, Лаплас, вот он, Лаплас, Q плюс V да, все, Ку плюс V. Вот такая простая это вещь. Значит, V это у нас обычный потенциал, а Q это так называемый квантовый потенциал. Квантовый потенциал, он, значит, это некоторая величина, которая принципиальным образом является нелокальным. То есть, она записывает следующим образом. Длиниси и Длиниси Q H квадрат на 2M TR на R Мы видим, например, для плотности вероятности. Что там такое перед R на 2M Лаплас. Это постоянная планка. Какой Лаплас? Перед R Лаплас? Да. Что это Лаплас? значок состояния? Ой, Лаплас. Надо было, надо было. Речием? Да. Надо было. Так, по-моему, да. Я правильно написал. Вот. Только это шоколад. Да, я прошу прощения обыдывочек. Лаплас. В смысле Лаплас, да. Лаплас. Значит, смотрите, что здесь у нас тогда происходит. Задачка свелась с этой точки зрения как бы к другой задачке. То есть, выяснилось, что у нас частица описана уравнением Шеренгера. Является, в первую очередь, частицей, которая движется в таком странном очень поле. Мы видим, что R относится к R. То есть, мы видим, что плотность вероятности равняется R квадрат. Да? Вот плотность вероятности. Ну, потому что это сокращается. Мы видим, что их отношение является существенным там, где частица у нас является с максимальной вероятностью существенной, потому что R на R. И в той точке, где у нас частица появляется с минимальной вероятностью. Максимальная и минимальная. В этом смысле он не локален. Абсолютно. R на R, потому что сокращается. R может быть очень маленькой, это вот тогда, когда у нас частица находится в точке, где ее трудно встретить, то он здесь, наверное, сокращается. И он такой же, когда у нас R находится в точке, где ее легко можно встретить. К чему это приводит? В частности, у нас оказывается, что электрон вращается вокруг атома, типа ведра. Он бывает в S-состоянии и P-состоянии. Он находится в одной и той же точке, с одними и теми же импульсами. Да? В одной и той же точке, с одними и теми же импульсами. Но для него этот квантовый потенциал имеет разное значение. Это странно. Но в квантовой механике получается так. Вот. Взглянем, значит, на эту ситуацию дефракции тогда. Вот он, самая, значит, наша любимая. Вот он, электрон полетел. Оказывается, что всякий раз он пролетает всего лишь через одну щель. Но из-за квантового потенциала, который мгновенен, локально, можем открывать ее, закрывать, сразу же потенциал у нас будет мгновенно изменяться. Его картинка распределения будет отвечать в этой самой дефракционной картине. И оказывается, что здесь можно вводить так называемые скрытые параметры. Почему их можно вводить? Почему не противоречить теория Белла? Ну вот это не в том дело, что не противоречить теория Белла. В том, что у тебя теория все нелокальна, а в нелокальной теории скрытые параметры возможны. И вот здесь они у нас по гауссу как-то распределяются какой-то частью. И получается, что я немножко отклонился, а здесь отклонения будут большие. Вот из-за этого нелокального мощного квантового потенциала. Мы видим таким образом, что частица начинает себя вести, как классическая частица. Без всяких волновых свойств. То есть в интерпретации бома, которая полностью эквивалентна обычной шангерской интерпретации... Хулерен как отклоняется. Точно так же. Он просто стреляется с одной точки и все. Но здесь он не вращается. Он немного отклоняется. Как бы не вращается, как бы он там... Нет, здесь у тебя данные, вот эти скорости и все прочее, всякий раз. Хулерен можно чуть-чуть, чуть-чуть отклонять. По идее он был локализован, как бы как-то на него... Нет, нельзя. А если холодильники будут лететь, они тоже будут дефрагировать? Да, да, да. Но с холодильниками почему? У тебя аж квадрат, она очень маленькая величина. Поэтому с холодильниками такой фокус не пройдет. Но в холодильнике будут дефрагировать, да. И масса большая будет, да? Да. То есть ты хочешь сказать, Александр, что это просто распределение вероятности такого? Да, хочу сказать. А не деференция? Да. Откуда же берется распределение вероятности? А почему тогда при закрытии одной щели распределение вероятности в другую становится? Да, потому что квантовый потенциал мгновенно изменяется. Его вид меняется принципиально. Ну это же на самом деле просто в этот квантовый потенциал загнали все проблемы. Да, но мы... Это ничего не объясняет? Ну а как ничего не объясняет? Мы получили уравнение для этого. Обычно второй закон ньютона получили для частиц. Ну на самом деле... Почему он не объясняет? И совсем не объясняет, потому что, ну вот смотри, когда переходили от электростатики к электродинамике, вот, точнее еще не знали, что к электродинамике переходят, взяли как бы и придумали вот этот потенциал электростатический, ввели там векторное поле, вот этот вектор, да, в каждой точке. Даже просто для удобства, как бы он ничего не объяснял. Как вот два заряда взаимодействуют, зачем нам тут какое-то электростатическое поле вводить? А потом оказалось, что можно там интегрировать энергию по всему пространству, то есть при получении энергии взаимодействия этих частиц, нужно интегрировать по всему пространству энергию, то есть квадрат вот этого потенциала. То есть как будто он везде распределен. Ну тогда стали задумываться там, потом уже дальше электромобильное взаимодействие, то есть уже как бы это поле признали за реальность какую-то. Ну это не значит, что здесь так же будет, но просто если мы вот так и не локально как бы распределили что-то, вот. Почему здесь это очень важно? Потому что с этим связана одна фундаментальная трагедия физики XX века. Она состоит, что интерпретировать в терминах частицы и волна пытались вот это самое исходное уравнение Шредингера. Но его интерпретировать в частицах и волна, по всей видимости, не удается никак. Никак его не удается. В смысле, в смысле, в смысле частица волна? Ну вот, например, у тебя есть частица перед кулоновским барьером. Ты вот пишешь для него вот такое уравнение. И говоришь, что да, у меня вот там частица перед кулоновским барьером. Вот. Но это же тоже… Обязательно таким противным голосом, да? Да, вот обязательно таким, потому что вещь очень противная. Вещь очень противная. Если ты собираешься обсуждать физику, которая у тебя стоит за уравнениями, есть же точка зрения любого современного нормального физико-теоретика… Да, вот это дело просто… Да. Которая она состоит из «считай, а не рассуждай». Ну почему? Они написали уравнение Шредингера и начинают из него считать. Да, просто уже никто не уравнение Шредингера не пишет. Уже есть, как бы, квантовая электродинамика, которую ты попробуй объясни так. Попробуй в квантовую электродинамику в виде такой потенциал. Ну блин, я по квантовую электродинамику могу ругаться очень долго чем-то. Ну ругаться, но тем не менее, как бы, не думай, считай, а то, что если на десяти, значит, цифры… В отдельно взятых случаях. В отдельно редких случаях, да. На выборах, как бы, это вспомнят. На выборах, да, на выборах это вспомнят, да. В отдельных взятых случаях, да, она действительно большим-большим… Люди очень сильно потеют и получают действительно неплохие схождения с результатом. Ну нет, просто нет. Конечно, ни одной другой теории такой в природе нет. Вот. Физики, не физики, которая бы давала совпадение, как бы, расчетов с экспериментов… Ну блин… Не получится ли так, что… Ну что, какое там совпадение? Не получится ли так, что уравнение Шеннигера – это не является вероятностью уравнения? Да, совершенно верно. Если не будет такого. Не является, не является. У нас вероятность начинает вести себя спокойным, классическим образом. Вероятность, как мера нашего незнания. И Владимир спрашивает, какова вероятность встретить этого динозавра на улице? Одна вторая. Либо встречу, либо не встречу. Здесь тогда ему возвращается не это извращенное представление квантовой механики, а волновой функции плотности вероятности. Ведь то, что мы вот сейчас к этому привыкли, и везде это ученик преподается, это же не так. Этот Макс Борн… Да, не Борн… Борн… Вот эту ситуацию вел. Достаточно поздно. Дебройль, Шреддингер… Они всю жизнь держались за эту самую ситуацию, что есть некое реальное физическое поле. Дело в том, что тот факт, что квадрат-модулированная функция – это вероятность, да, он используется в огромном количестве практических задач квантовомеханических. Туннелирование. Вероятность. Огромное количество, так сказать. И все с ним сходится. Так нет, в каком смысле он сходится? Это же просто вопрос, что такое вероятность. Вероятность – это мера нашего незнания или нечто большее, как квантовой механики? Ответ у Дэвида Бома – мера нашего незнания. Его встречу или его не встречу. Вот в чем дело. Да, он приводит, но приводит его в простом понятии вероятности, которая у нас везде есть. А какова вероятность, что я выйду из дома, меня задавит машина? Опять мера моего незнания. Ну, понимаешь, в чем дело? Это очень хорошо, когда есть две щели. Либо она пролетит через одну щель, либо через другую. Либо ты, через другую. А если у тебя, как бы, вот этих траекторий бесконечно много, да? То есть, ну, как вот квантовая электродинамика. Да, здесь важно, что в такой ситуации частица летит всегда по одной траектории. У нее траектория одна. Она просто движется в поле квантового потенциала. В принципе, неопределенность тоже... Но возможности, да, при открытых щели. То есть, как бы, их могло быть две. То есть, она могла бы лететь так, либо могла бы лететь так. Но летит она каким-то одним способом, да? Да. Но, я что хочу сказать, что это ведь как бы очень простая ситуация. Представь себе, когда у нас есть вот множество траекторий, да? То есть, когда у нас вообще... Когда у нас множество частиц есть. Нет, когда у нас нет двух дырок, да? А есть, как бы, сплошная дыра. Сложный потенциал. Да, очень сложный потенциал. Сложный потенциал, да. Как вот с этим-то быть? Ну, просто и действительно... Почему мера нашего незнания, да, вот она оказывается такой вот филигранной, что ли, да? То есть, вот сложились как бы... Сложилось там... Что нам очень повезло, что некоторое уравнение пучности, некой такой жидкости квантовой, это вот первое уравнение, которое для Эза существует. И второй закон Ньютона. То есть, два... Получается, два нелинейных уравнения. Они же вот эти, не держишь, нелинейные, получается. Нет, ну да, это второе явно нелинейное. Они сводятся к одному линейному первого порядка. Это же чудо второго. Нет, не чудо, потому что как бы... Второго. Второго. Но просто я хочу сказать сейчас простую вещь, что, значит, если мы хотим заниматься интерпретацией физической, а не рассуждать... Ты знаешь, вот это чудо ровно настолько, насколько как бы, если бы, допустим, после Коперника вдруг возник Толемий после него, вот, и сказал бы, о, смотрите, как бы, ведь можно там вот эту траекторию движения планет по эллипсам разложить в круги, да? Вот как бы она движется, на самом деле, по кругу, который движется по центру, центр, который движется по кругу, а тут... Не знаю, я не знаю. Как Толемий, собственно, и объяснял движение? Кроме математики... И сказал бы, ну как, смотрите, как удивительно, вот это вот движение, как нам повезло, вот это движение совершенное по кругам складывается в эллипсам. Тебе не кажется, что сама, как бы, сама дилемма, там, частицы это, или волна, она ложна? Что это вот просто некий новый квантовый объект, который описывается новыми какими-то закономерностями, у которого другие характеристики, в принципе, и все. Ну, другие характеристики... В том смысле, что все другое записано, так называемый квантовый потенциал. Мы видим, что электрон, в этом смысле, в квантовой механике Гома... Ну, как микромир. Макромир, микромир. Я к тому же... Что у них, типа, антология разная. Я веду к тому, что нет... Нету разной антологии, одна и та же антология. Помимо, как бы, Копенгагенской интерпретации, есть много разных эффективностей. Вот Александр в этом против сказал, что полные разные. Нет, есть, допустим, есть интерпретация, что волновая функция есть реальность, да, что, вот, как бы, на самом деле, комплексная волновая функция есть физическая реальность. Поле? Да. Ну, есть, да? Вот. Более того, как бы, есть мнение, что вот эта квантованность, есть квантованность... Между прочим, такой-то штуки... Одно, кстати, вытекает из другого, что квантованность, есть квантованность конфигурационного пространства. То есть, вот есть пространство реальное, есть...